всем привет всем здравствуйте сегодня у нас тема очень красивая и интересная я увидела показ новой максмара причем подумала изначально что это этро показ для максмара это очень неформатный выбор тканей хотя цветовая гамма сохранена ну я думаю что многие обратили внимание что последний наверно год-полтора такой есть ярко выраженный тренд на коричневые оттенки коричневые нюдовые еще называю нюдовые цвета максмара и вот показ который сейчас я взяла у максмара он не стандартный он с темой востока а у нас как раз вышла сейчас новая коллекция маракеш и казалось бы весна-лето до цвета должны быть какие-то пастельные яркие сочные неоновые а здесь мы выпускаем еще одну коллекцию тоже 3 коллекция за этот сезон весенне-летний но она в тему востока вот если мы посмотрим тот же показ максмара максмара это один из таких больших конгломератов до высокой моды они тоже ударились высокую моду и сегодня вам предлагаю такое прочтение коричневых оттенков до такой тренд на коричневые цвета но через тему востока вот я подобрала для вас прямо подборку гель-лаков коричневых из базового ассортимента и приготовила гель-лаки как раз из новой коллекции маракеш так сейчас я вам покажу чуть поближе варианты это как раз то что помогло мне создание дизайнов сейчас я минутку покажу смотрите это показ максмара поближе наравне с матовыми тканями видите присутствуют шелковистые ткани присутствуют орнаментальные ткани вот почему я подумала что это 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 не стандартный вы до выбор максмары и причем это у них уже второй сезон первый сезон осень-зима прошлое 24 23 24 было то же самое у них шли восточные орнаменты для них это очень необычно и сейчас мы смотрим опять весна-лето и вы видите опять тема востока и при этом сохраняется вот эта песочная нюдовая и коричневая история вот поэтому сегодня я вдохновлялась показом максмара это круизная коллекция прошла она кстати в италии в живописном палаце дюкале венеции и благодаря этой как раз коллекции у меня родились вот такие варианты дизайна сейчас я ему вот так покажу их чтобы вы заранее сейчас посмотрите и мы с вами поэтапно начнем их выполнять вообще рекомендую смотреть приложение моды сейчас их благо очень много потому что там можно найти очень много интересных идей то что я например сегодня думала вот придумала ли бы я из головы вот эти варианты дизайна нет навряд ли вот они все варианты дизайна сегодня родились только после того как я просмотрела показ новой максмара такое нестандартное решение по песочным оттенком вот мы сейчас с вами повторим все четыре композиции поэтому сегодня у нас с вами тема да такой основной тренд это коричневые цвета потому что это явно тренд я кстати приготовила еще два синих цвета потому что в коллекции маракеш там есть еще синий цвет но вот почему-то настолько роскошен сам оттенок смотрите но вот не хочется его портить дизайном не знаю почему вот снова я не стала делать дизайны синим цветом возможно попадется что-то интересное из моды из искусства и мне захочется поработать этим цветом именно форме дизайна но вот сейчас пока оттенок номер пятьсот вам рекомендую использовать его как самодостаточный вот даже вот я добавила например от серебро сюда да ну не знаю как то не очень мне кажется хотя нельзя сказать что и много да мне кажется этот цвет вот просто создан для того чтобы делать маленькую длину такой знаете квадратик и просто покрыть его в один слой где-то и такой затем не был небольшой отсутствие перед тем как перейти к коричневым оттенком да и к тренду коричневые цвета вот что это прям тренд коричневый цвет это тренд тренд в одежде тренд в обуви тренд в аксессуарах и тренд в маникюре поэтому вспоминаем все цвета коричневый который у вас есть я вам напоминаю что у нас базовом ассортименте есть красивые вот такие оттенки 387 смотрите он с таким легеньким перламутриком роскошный цвет 17 номер сколько лет он продается этот цвет вот он не теряет актуальности 16 15 да это же все из базового ассортимента это сравнительно новое называют тоже вот это бежевый цвет максмара обожаю 463 оттенок понятно что у эми больше оттенков нюдовых гораздо но я сделала здесь подборку только в рамках вот коричневых и один вот такой вот максмара бежевый добавила фотографируйте себе подборку посмотрите как классно делать такой апгрейд в базовом цветах когда вы их выкрашиваете склеиваете в градиент да и какой сразу у них другой продающий вид такой знаете вот прям очень вкусные цвета и мы с вами начинаем с первого цвета 497 я прошлый раз чуть-чуть им работала да ну большой акцент не делаю на нем но когда увидела в показе вот этих моделей эта модель была вот эта модель вот захотелось поработать этим цветом хотя казалось бы ты вот смотришь ну возьми нюдовый цвет и просто покрою каким-нибудь нюдовым вот но вот эти блестящие штаны и блестящие шорты блестящие атласные вставки у меня сразу в голову лезет номер 497 вот но чтобы он был не такой активный я предлагаю его сделать с орнаментом как раз как на штанах и как на шортах 497 напомню светоотражающий оттенок понятно предполагает нанести его в один в два слоя благодаря своей пастозности поэтому вы должны понимать почему светоотражающие у нас там такие густые пастозные потому что я первых не люблю в три слоя покрывать оттенки вот обычно светоотражающие чтобы он здесь бутыльки был жидкий это нужно его делать полупрозрачным вот поэтому наш светоотражающий он густой насыщенный у нас много светоотражающих вы знаете вот поэтому мы их если делаем до в коллекцию 12 мы всегда добавляем когда шиммерные выпускаем коллекции вот в этот раз песочный и он очень пастозный имейте ввиду можно в один слой легко его нанести и дальше эту блестящую просто восторг полный мы с вами нивелируем за счет стейпинга для стейпинга я предлагаю взять пластину сейчас скажу какой номер здесь прям как раз есть три паттерна который прям вот идеально нам подходит под это во первых пластина номер девять цветы и узоры прям вот реально как на шортах вот но я взяла пластину принты номер 6 смотрите здесь есть сейчас секундочку вот он как раз вот этот принт не значит он мне так вот понравится прям тоже мне кажется ассоциации такие с востоком вот этот и вот этот это принты номер 6 я в основном сейчас буду работать вот этими тремя принтами вот но как альтернатива также это вот вариант цветы и узоры вот этот прикольно подойдет вот этот принт прикольно подойдет вот этот классно тоже подойдет как раз чтобы повторить имитировать вот эти все ткани из коллекции максмара у него кстати практически нет дисперсионной пленки смотрите и сейчас я буду делать стемпинг принципе можно не наносить ничего там максимум обезжирить можно и здесь чтобы как-то передать что-то такое то что я увидела на тканях максмара да я беру номер один номер восемь пастельные оттенки сейчас главное сделать градиент вот там несколько раз и перекатывающим движением сильно не надавливаем на штампик когда снимаем отпечатали обычно мне по длине не хватает по торцу не хватило можно взять вот так и хитренько поступаю смотрите так раз остатки допечатываю в принципе как будто так и должно быть смотрите как красиво получается приглушается эффект от светоотражающего он все равно сохраняется и и получается такая спокойная нюдовая история теперь можно нанести супер бонд ой господи текласт текласт и где чтобы приклеить какой-нибудь шармикончик вот я предлагаю взять шармикон это новый весна лето там с белыми подложками из перья мне кажется пусть это не сильно восточная тема но он нам на фоне такого активного паттерна который у нас получился активного фона очень хорошо будет добавлять такую маленькую изюминку это номер двести пятьдесят три здесь смотрите эти сборная солянка здесь и на подложке и без подложки сейчас очень модные татуировки как мы возьмем что-нибудь с беленьким до такая мелочь хотя прикольно и без ничего ведь он и без ничего просто часть ногтей можно сделать пустыню а часть до декорировать черной кончиками очень быстро кстати вариант дизайна быстро почему не надо делать два слоя покрытия плюс светоотражающие уже все равно не имеет высокой плотности не надо делать идеально по кутикуле до тратить время на вот это прям загоняй когда мы загоняем гель-лак под кутикулу на это тратится очень много времени вот поэтому несмотря на то что я вам предлагаю такой дизайн делать на все десять пальцев ну казалось бы много времени может занять не бойтесь потому что он очень быстро делается из-за того что покрытие экономит много времени смотрите у меня кстати сегодня это конечно самый любимый дизайн я сейчас буду еще много показывать но вот это сочетание я прям влюбилась и вдохновилась как раз штаны и шорты которые я увидела в показе макс мара это вот эти две модели светлый так следующий здесь была вот такая модель не ярко выраженный орнамент издалека это смотрится коричневая одежда до темная коричневая одежда но при близком рассмотрении мы понимаем что тут присутствует орнамент поле дашь на секунду еще раз телефон эту картинку сейчас сейчас я вам прям увеличу вы увидите что издалека это одежда воспринимается как коричневая но при близком рассмотрении мы понимаем что это прям восточный орнамент смотрите так сейчас увеличиваем идет все в орнаменте вот и пришла идея сделать рисунок паттерн до восточном стиле но при этом чтобы он был не ярко выражены приглушить его чтобы издалека ногти выглядели просто темно-коричневое покрытие вот но есть легкий орнамент как мы это делаем как раз вот из вот этой подборки которые для вас выпросила сегодня коричневых цветов я предлагаю взять самый темный оттенок эмалево это номер 017 ой а вы знаете я выкрашивала когда вспомнила у меня дочка неделю назад взяла оттенок 387 вот он коричневый с таким вот легкими красивыми частичками перламутра и покрыла несмотря на то что лето коричневым цветом себе ногти это я к тому что насколько разные психологические портреты у клиентов могут быть да что для кого-то весна-лето ассоциируются с пастельными цветами с яркими цветами с неоновыми цветами а для кого-то летние оттенки имеют место быть например спокойная коричневая гамма вот поэтому многих было там например удивление почему марракеш восточная тема такое все коричнево-песочное и часто лето вот моем окружении близкий мне человек да и 16 лет она говорит мама я обожаю этот цвет это 387 эти темный коричневый ей пофигу что вообще сейчас летом на такими цветами любит покрывать ногти так поехали делаем однотонное покрытие делаем однотонное покрытие как раз роскошный цвет из базового ассортимента если вы забыли за него я вам напоминаю во первых сейчас однозначно тренд на коричневый маникюр он идет наравне наравне с одеждой и даже в летнее время сейчас клиенты очень любят одеваться в коричневый лен очень много коричневых платьев зелена либо из такого хорошего качественного хрб да не только черного прямо именно коричневый и оттенки песочный сша у меня телефон садится так поставьте плюсики если у меня с эфиром сейчас все хорошо потому что у меня только что сел телефон и может глючить поставьте плюсики если все хорошо так просушили коричневый ну здесь дисперсия есть поэтому я в любом случае нанесу teclas то что особенно темные глубокие оттенки вы когда берете и обезжириваете гель-лак цветной он все равно потянется за обезжиривателем где-то проплешины могут образоваться поэтому либо пересушиваете прям до состояния без дисперсии потом стемпинг делать либо берите teclas и как я и говорила делаем этой же пластиной работа и вот здесь как раз есть прикольный орнамент смотрите вот они пополам вот так и тут два варианта и здесь я вам предлагаю брать либо золотой либо серебро стемпинг кстати напомню что у нас вышел золотой стемпинг поставьте плюсики кто уже знает что он вышел я сейчас как раз просто вам прорекламирую его чистом виде золотой стемпинг вы смотрится вот так под матовым под глянцевым топом очень красивый такой базовый золотой цвет вот ему он нам сейчас конечно чистом виде не нужен вот мы его все равно будем делать под конкретный эффект который мне нужен четко отпечатываем обычное перекатывание но когда идет речь об орнаменте лучше вот так вот четко отпечатать перпендикулярно все сделали и теперь берете палитру и нам нужно все это приглушить чтобы это было не ярко выражено все приглушить для этого мы возьмем с вами тот же ты я класс и подбираем либо кстати мы могли бы взять и этот же коричневый гель-лак но не захотелось сделать что-то либо через бордо либо вот через фиолетовый я взяла самую обычную импасту можно обратнее импасту можно взять стекла намешивать какой-нибудь гель-лак главное чтобы у него в составе не было белого пигмента что получился вот эффект витража я взяла цвет краски которая называется гранатовый сок сейчас я крышечку покажу гранатовый сок я очень люблю гранатовый сок часто разбавлять для эффекта прозрачности классно прям хороший стеклянный эффект бутылочный получается вот и зависимости от того как вы хотите насколько чтобы считался у вас цвет рисунка делайте либо в один слой либо в два слоя и начинаете все это приглушать можно сейчас первый слой прям подсушить чуть-чуть сушу и второй слой дублирую я такой же вариант повторяла еще вот с пурпурным с фиолетовым как раз вот модель там с таким тоже фиолетовым отливала данной одежде вот такой эффект получился но в итоге ведь остановилась на бордовом не больше все таки бордовый вариант понравился вот это было пурпурное сердце и разводила эти такой ли легкий фиолетовый отлив присутствует видно то что на самом деле у модели там оттенки больше фиолетовые чем гранатовый присутствует да может быть этот цвет и больше подходил на учет я вцепилась именно вот такой вот более бордовый коричневый вариант можно теперь продублировать повторно это вам кстати на заметку например есть клиенты которые знаете хотели бы делать дизайн но чтобы он их не раздражал и вот такое покрытие издалека например представим коричневые ногти короткие до квадратик коротенький вот представим себе издалека это будет коричневый маникюр при близком рассмотрении это что будет такой легкий орнамент навязчивый вот опять же вот родилась бы эта идея если бы я не посмотрела показ нет потому что до многих вещей каких-то очевидных каких-то сочетания иногда иногда ты доходишь только через какие-то ассоциации когда тебя что-то натолкнула на это грубо говоря вдохновила вот я очень часто вдохновляюсь показами вот сегодня вдохновение у нас показ макс мара вот макс пара она показывает очевидный тренд на коричневые цвета нюдовые коричневые цвета сон дальше можно перекрыть финиша и в конце мне понравилось еще дополнять но опять же это же не все ногти обязательно делать можно часть ногтей просто оставить вот так пустыми без ничего да вот она часть ногтей я вам предлагаю добавить вот такие кантики прикольные выпуклые тем более сейчас клиенты готовы носить такие дизайны да когда они немножко где-то с барельефом и на кантике видно такой мелкий мелкий черный текст присутствует еле заметный пусть он там не сильно читается вы знаете но вот мелочь я добавила вот оно как-то по-другому смотрится что для этого я взяла а я на удивление взяла не краску я взяла гель-лак очень прикольно оказалось вот этим гель-лаком 498 делать какие-то вот такие ленты от игрушки он же густой очень это гель-лак и там при желании можно вот прям конкретные такие линии добавить они будут прям блестеть понятно тонко не полу вернее плоско плоско не получится что если мы хотим чтобы светоотражающий гель-лак у здесь ярко блестел то понятно нужно наносить нормально чуть-чуть где-то под выровнять вместе прям такой лентой объемные ложится я уже делаю это еще раз напомню сверху финиша финиш я уже нанесла сушу помните у него дисперсия очень сухая я прям на него после двух минут сейчас приклею еще шармикончик мой любимый любимый у меня сейчас текстовый шармикон это вот этот вот я кто заметил уже сколько месяцев читаю эфиры если слова текст использую только этот шармикон сейчас я скажу какой это шармикончик это 249 изящество здесь офигенные классные слова изящество все просушили чтобы у него этого гель-лака стала сухая сухая дисперсионная пленка не берем здесь вот есть прописные буковки слова классненькие такие ненавязчивые тоненькие понятно сейчас на настолько сильно блестящим гель-лаки это будет очень тяжело читаться ну будет давать свою изюминку все и можно теперь взять отдельно т-класс и отдельно т-классом прокрыть только эту ленту это банк уходила отправлять посылку ходила так все и ты класс то что даже все таки гель-лак а чтобы он остался таким выпуклым вот я его просто уже отдельно вот так вот перекрываю сейчас клиенты готовы такие выпуклые элементы носить вполне себе так смотрим что у нас получилось с вами ну вот это конечно я бы на все 10 пальцев не делал сразу говорю здесь там не хватает без вот этих лент просто однотонные варианты сделать да например вот этот орнамент перекрыть витражом но без добавления ленты и мне конечно вот очень понравилось смотрите вот эти варианты где чуть чуть более глубокий цвет витража когда два слоя видите а вот здесь вот один слой вам какой вариант больше нравится когда один слой витража либо когда два слоя витража мне кажется вот когда два тогда не так сильно перегружена так ну давайте этот уже в сторону отставим следующий вариант вот эта модель меня очень вдохновила здесь есть и песочный и коричневый и какие-то элементы востока блестящие я придумала вот такой маникюр для этой модели смотрите единственное что вы должны понимать что в этом случае если клиент делать такой маникюр одежда должна быть без орнамента одежда должна быть однотонная украшения на руках отсутствуют никаких колец браслетов либо активные серьги золотые либо активное какое-то украшение на шею я вам кстати сейчас покажу какое себе украшение купила недавно оль покажешь мне опять этот видосик причем это не новое украшение это старая так поняла тема вот но сейчас это прям набирает обороты тренд прям мне кажется для этого маникюра украшение на шею будет идеально смотрите какие штуки кайфовые гляньте вот на шею имеет место быть но руки должны быть пустые с активным маникюром вот такое украшение на руки и такой маникюр это уже мувитон это будет слишком перегружено вот а когда руки пустые запястья пустые пальчики чистые ничего нет только маникюр активные и например на шею вот такая штучка классная вот кому такая идея интересно вот обязательно ищите себе вот такие классные украшения причем это старые украшения просто еще знаете как пересмотрели и по новой начали активно стилисты продвигать вот а для этого как раз я возьму вот такие штучки итак у нас два цвета есть песочных я еще в прошлый раз обещала помните на прошлой неделе я уже вела эфир по коллекции марракеши у нас есть два там тоже красивых песочных цвета я еще говорила это самодостаточные цвета тоже я бы предлагала и не просто покрывать ногти такая маленькая длина миндаль смотрите как классно будет смотреться один цвет более уходит в темный оттенок песочка второй оттенок уходит больше в светлый оттенок в такой где-то белый даже перламутр но я вам предлагаю попробовать рассмотреть в дизайне цвет давайте возьмем сейчас оттенок светлый как раз вот для этой модели мы с вами делаем сейчас делаем предлагаем вам однотонное покрытие в один слой кисти эми сейчас слава богу это позволяют делать вот такие особенно насыщенные перламутром цвета когда мы наносим обычные квадратной маленькой кисточкой вот сложнее ложатся перламутры да а здесь она видите плоская единственно нужно уметь работать нужно обязательно счищать с одной стороны кисти чистенько было чтобы излишки излишек не было плюс такой плотный цвет в один слой нам подойдет плюс вы должны понимать будет степпинг эти ну смысл тратить время на два слоя поэтому мы с вами делаем один слой так и теперь берем с вами другую пластину пластина у нас с вами будет 2 это новая пластина вдохновения здесь есть и в стиле этники и стиль такой арт-деко прям видите разносторонняя пластина по паттернам и здесь как раз вот мне кажется вот этот паттерн в стиле востока мне очень подойдет и в стиле анималистично да архаика это что-то между знаете архаичностью и анималистичностью вот мы сейчас два песочных варианта будем через эту тему делать и конечно же основной цвет какой в орнаменте черный либо черный либо белый не экспериментируйте вот потому что это такая история можно ошибиться если нет этого понимания чувствования какой цвет сюда добавить так вот она эта пластина вдохновения сейчас внимательно посмотрите кстати вот как еще раз отпечатывать орнаменты на весь ноготь в стемпинге знаю что многие вы вот но не хотите учиться на стемпинг для вас это гемор я знаю что не с первого раза стемпинг получается здесь тоже нужно получить количество повторений часов чтоб рука наработала опыт а без количества повторений опыт не получить согласны с этим поэтому тренируемся все время тренируемся делать стемпинг он вам очень облегчит жизнь так ну в принципе сухая дистанционная пленка я думаю что ничем не будем перекрывать сразу будем делать так давайте чуть далека нанесли перекатыванием смотрите и не сильно надавливаем а вот отпечатываем перпендикулярно перекатывание а отпечатываем перпендикулярно и здесь можно взять цвет тоже из коллекции маракеш такой там есть темно-коричневый я на прошлом эфире как раз им делала очень много и сделать либо от кутикулы либо от свободного края переход наносим берем кисточку обычную для градиента и прям по сухому вот здесь прям по стемпингу смотрите он очень круто выравнивается превращается в градиент смотрите орнамент как раз он глушит если есть какие-то недостатки они незаметны вот и получается очень быстрые такой прикольный градиент все готово поверхность здесь я предлагаю добавить как раз вот такие линии активные золотые причем вот они просто случайные нет какой-то конкретики мне кажется очень хорошо прям сюда уместно подходит вот у меня это любимый шармикон лежит на каждом эфире тоже под рукой это у меня знаете как два любимчика я ими работаю каждый эфир это вот эти текстовые варианты и вот эти золотые серебряные элементы они у меня лежат уже два или три месяца вот что бы я ни делала в конце обязательно добавляю либо то либо то ну здесь тоже предлагаю дисперсия сухая у коричневого цвета тоже получилось и здесь предлагаю просто вот например вот такую линию добавить еще вот так вот все готово смотрите очень быстрый вариант давайте посмотрим как это уже вот смотрите аж пять ноготков в принципе пять ноготков я думаю что быстро сделать как вы думаете потому что я не трачу время на глубокое покрытие потому что цвет перламутровый всегда с перламутровыми цветами покрытие делать быстрее вот согласитесь тогда глубокое покрытие даже если вы и делаете там идеально выводить не нужно тратить на это время плюс я вам предлагаю здесь в этом дизайне делать один слой специально почему потому что потом пойдет стемпинг и он снивелирует если даже где-то не сильно плотно лег гель-лак в один слой плюс еще градиент же пойдет он тоже скроет недостаток поэтому по любому нужно в данном случае 502 номер наносить в один слой вот и еще раз напомню что если такой активный маникюр модель должна клиент должен либо быть вообще без украшения вот здесь кстати как раз на модели ничего нету либо максимум какое-то активное украшение шея либо уши видите не то и то а отдельно потому что ногти очень активно не берут на себя очень много надеюсь понятно говорю так следующий последний вариант архаичный больше и вроде как у нас показ максмара он больше у нас с вами в тему востока да как сам маракеш но тем не менее я вам предлагаю цвет второй более темный песочный сделать в теме архаики да почему архаика да потому что нельзя сказать что такая типичная прям зебра да это вроде как и зебра либо полоска какого-то другого животного которое жило когда-то и смотрите как прикольно это сочетается с текстом и с темой леопарда вообще вот поэтому однотонное покрытие основа да смысл тратить время на два слоя пойдет стемпинг сверху теперь берем второй цвет песочка ой сейчас секундочку а да все правильно здесь такие знаете есть песчинки дракотовые красивые сейчас просушу покажу поближе красивый цвет очень самодостаточный считаю тоже как всегда говорю о том что классный цвет просто для однотонного покрытия причем так миндаль специально не квадрат вот будет очень благородно смотреться вот если мы берем делаем уже декорирование это белый черный хотя помните эфир на прошлой неделе я брала эту же коллекцию сделала для вас неформатное прочтение тема восток но я превратила эти блестящие цвета коричневые и фиолетовые песочные вы видите в тему джунглей тропиков да такое что то более летнее что для этого сделать нужно было просто добавить зелень коричневому к сиреневому добавить лаванду да вот эту тему песочных оттенков здесь вот с ними нужно уметь делать потому что здесь очень легко ошибиться с выбором второго парного оттенка поэтому не хотите ошибиться берите просто белый черный цвет сейчас видно да вот он где-то терракотовый такой вот красивый песочек так то же самое в принципе дисперсия хотя нет здесь наверное дисперсия посильнее либо обезжириваете либо снова на всякий случай проходим Т-классом там надо смотреть видите например у светоотражающего цвета дисперсия очень сухая практически нет нет смысла обезжиривать сразу наносите вот 499 в принципе тоже такая дисперсия сухая так и теперь берем архаический паттерн из той же пластины вдохновения все приготовили еще раз внимательно смотрите как паттерны на весь ноготок отпечатывать здесь вот вам важно просто натренироваться просто натренироваться секундочку девчонки у меня просто уже настолько этот грязный перекатыванием а здесь четко перпендикулярно то что можно было бы перекатыванием отпечатать но когда мы именно паттерн отпечатываем на весь ноготь здесь лучше вот так не рисковать можно знаете как не попасть вот а чтобы точно наверняка она попасть лучше тогда в этом случае четко перпендикулярно держать и все здесь я теперь предлагаю вам посмотреть по-новому вот этот шармикон он кстати новый смотрите здесь леопард зебра с подложка без подложки слова очень хороший шармикончик это кстати номер 252 и он нам сюда прям очень в тему подойдет необычненько вот я до этого брала леопард о кстати давайте вот так вот просто тупо наклеим вот этот элемент необычное сочетание видите казалось бы что-то в этом есть здесь тексты прикольные на этом шармикончике разные мне прям понравилось сочетание вот этого архаичного паттерна со звериным принтом и вполне себе вот на этом песочном цвете да который я вам продвигаю как цвет не для дизайна вполне себе дизайн смотрится и в принципе на все ногти это прям будет очень модно главное знаете здесь не квадрат сделать а миндаль либо острые ногти либо зауженный овал для такого дизайна смотрите вот как по-разному это все вот с этого я шармикона приклеила на вот этот архаический принт и в принципе цвет песочный здесь в тему всем большое спасибо за внимание всем пока пока хороших выходных вот это вот несколько минут еще вот 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 в вот 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 Продолжение следует...